Мне очень приятно, что Королевский военный музей и Фонд по сохранению русского культурного наследия организовали сегодняшнее мероприятие с участием Мари Пьерре, выдающегося исследователя России, профессора Саргоне, которая сегодня выступила перед публикой с лекцией о заграничных походах русской армии и об Александре I в Париже в 1814 году. Не так давно Мари Пьерре выпустила книгу, посвященную этому сюжету, и сегодня она могла представить ее всем заинтересованным читателям. Хочу заметить, что Мари Пьерре сделала большой прорыв. Она на основе новых документов, на основе современной литературы осветила совершенно потрясающую тему, связанную не только с русско-французскими отношениями, но и с русско-европейскими отношениями в широком смысле этого слова. И сегодняшние гости военного музея могли в этом убедиться сами. О том, насколько интересной была лекция профессора, свидетельствует огромное количество вопросов, запахи в конце. И мне отрадно признавать, что книга, которую сегодня здесь презентовали в Брюсселе, очень скоро появится в русском переводе. И здесь могут познакомиться также многочисленные читатели в России. А вот и знакомый каждому русскому шкалеру лица. Генерал-фельдмаршал Кутузов, царь Петр I. В зале, где проходила конференция, есть так называемая «Русская комната» – «Сокровище Русской империи», появившаяся в музее благодаря тому, что первый король бельгийца Леопольд I в молодости служил в русской армии. Мундиры парадные и со следами поль. Чьи широкие шинели напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели и голоса... Особенно интересна военная форма русских царей. Александра III с учетом его полноты, элегантный парадный мундир Николая I, Военный костюм Николая II времена отсутствует, зато есть портрет, как всегда, с наследником. На роскошной серебряной чаше в центре зала представлены все императоры, всея Руси XIX века – три Александра и два Николая. Военная амуниция офицеров позволяет понять стройки за кадром известного фильма. В городе начинается жизнь, когда в него входят военные. Цари на каждом бранном поле И на балу, и на балу Вам все вершины были малы И мягок самый черстого и хлеб О, молодые генералы О, молодые генералы Своих судеб Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok